всем огромный огромный привет добро пожаловать на мой канал в новое видео ну что сегодня у нас с вами ну логично после черной пятницы хочу вам показать что же я урвала что же я приобрела на черную пятницу и здесь будут вещи как ни странно у меня две большие коробочки от эрмес это тоже купила в неделю неделю черной пятницы видно они расщедрились и в онлайн магазин онлайн шопинг во франции они выложили больше товара вы знаете что это проблема купить что-то урмс но мы с вами потом поговорим а также будет вещи филиппака или филиппако кому нравится коз и также еще несколько вещей несколько мелочей давайте начнем и в начале видео хочу вас попросить очень попросить я понимаю что вы смотрите мой канал и очень много блогеров и вы не можете на всех подписываться потому что тогда вас задолбают уведомления но это полностью нормально я согласна я полностью уважаю ваше решение если вы хотите присмотреться камни не знаете подписаться не подписаться потому что конечно важно потом тоже для нас для блогеров смотреть но что я хочу обязательно попросить вас это поставить колокольчик потому что видео очень плохо приходят уведомления вы мне часто пишете что не получаете уведомление видео уже вышло а уведомление приходит на следующий день или к вечеру хотя мои видео приходят в основном выходят в основном с утра. А это очень важно. Я хочу, чтобы вы смотрели мои видео первые 2-3 часа, потому что свежая информация. На следующий день может это уже не быть актуально. Поэтому я вас очень прошу, если не сложно, колокольчик, это прямо вот моя просьба. Ну, а комментарии, вы всегда очень много пишите комментарии, хорошо меня поддерживаете, лайки. Ну, если комментарии, лайки, тоже могу попросить, если не лень, ну, тоже это важно. Всё, давайте переходим уже к покупкам и начнём. Так, первое, что я купила, это для дома. Решила себя порадовать, потому что, знаете, как-то часто бывает так, что покупаешь на выход, как бы на работу, а дома себя забываешь, да, и ходишь, ну, ни в чём попало, но не в совсем новых вещах. Не знаю, как у вас, но у меня так. Всё, что не ликвид, значит, одеваем дома. Я купила себе в этот раз, решила порадовать вот такую пижамку. Ну, она такая, знаете, приятная, как фланелевая. И у меня даже ещё здесь бирка, и это бренд, я вам покажу, шанс. Вот так вот он пишется. У нас, не знаю, как у вас в странах, но мне кажется, что в Европе он есть, этот очень популярный бренд. Они выпускают и нижнее бельё, достаточно хорошего качества, и вот такие аксессуары, можно так сказать, одежду для дома, да. Здесь вот такая идёт рубашечка, достаточно длинная. Ну, и штанишки. Штанишки на резинке, на завязочке. У меня всё в размере M. Ну, конечно, если честно, я хотела немножечко другой цвет, потому что этот цвет, ну, он, ну, вот так вот, если я вам покажу, он вообще не идеальный мне. А там была эта пижамка с зелёным таким цветом, с зелёными полосками, и это, конечно, было классно. Но не было моего размера, был или L, или XL, или XS. А мне нужен M размер, я купила. Иногда вы спрашиваете, почему я вам показываю вещи с этикетками. Потому что, чтобы помнить и размер сразу смотреть, и цены. Потому что я показываю вам вещи достаточно новые. Вот только была чёрная пятница, купила. И показываю. Значит, без скидки эта пижамка, значит, вот эта вот стоила вверх, кофточка 50 евро, и штанишки тоже 50 евро. Это такой, ну, бренд, он не люкс, но средний бренд, но очень хорошего качества. И была скидка 30%. Я надену эту пижамку, постараюсь вам ставить. Была скидка 30%. Ну, конечно, честно сказать, вообще вот эти скидки на чёрную пятницу, не знаю, как вы заметили, но мне кажется, что они чисто символические. 30% это не такая же большая скидка. Всё-таки чёрная пятница, она подразумевает какие-то распродажи. А у нас бренды в магазине, вот и центральный Ормак Ольянс, они у нас раздобрились, расщедрились только на 25%, вот, например, на косметику. Но смысл идти и скупать косметику 25%, честно, если у них и так иногда в течение года очень часто бывают акции 20-25%. Я понимаю, чёрная пятница это 50%. Ну, в общем, к сожалению, это только повод, как я поняла, чёрная пятница. Пишите, что вы урвали или приобрели на чёрную пятницу. Но вот я в этот раз, знаете, разочаровалась, скидки были небольшие, если так резюмировать, достаточно низкие, 20-25%. Ну, вот 30% на эти пижамки, ну, хорошо, во время распродажи, когда останется размер XL или там XXL, ну, будет 40%. Ну, я не знаю, выиграла я что-то или нет. Следующая моя вещь от Филиппа Ка. И, в принципе, я долго её ждала. Если вы знаете или не знаете, вообще Филиппа Ка, это такой бренд, который не участвует на чёрную пятницу, они не делают скидки. Но, что интересно, за неделю до чёрной пятницы мне всё-таки удалось купить это платье. У них на сайте были скидки на всё 30%. Вообще, для них это, знаете, большая редкость. А это платье я давно присмотрела. В общем, это платье, если вы видите, в коричневом красивом цвете, вот очень красивый коричневый цвет, рубашечного стиля. И оно такое прямое, оно приталенное. Ну, немножко не приталенное, оно идёт прямое и длинное. Очень-очень длинное. Естественно, что я вам всё примерю. Буду на каблуках, вы примерно представите. Мой рост 1,73-1,74 м. В зависимости, когда я измеряюсь, да, в молодости была 1,74 м, мне кажется, сейчас уменьшилось на сантиметр. И параметры все мои примерно я залинкую. Значит, размер, размер M. И, ну, вот такой цвет. Конечно, это синтетика. Но я это платье хотела. Например, сейчас у нас скоро будут какие-то корпоративы. У нас будет шведский стол, мы пойдём с фирмой. Потом у меня ещё будут в Латвии несколько таких мероприятий. И, конечно, я вам всё это буду показывать. Ну, и вот такое платье, знаете, чем-то украсить, какой-то кулончик, и будет хорошо смотреться. Красивая обувь, и это будет стильно, ненарядно. Как говорит стилист Лисовец, наши женщины, мы всегда все нарядные. Из-за границы, поэтому нас видно. В общем, постараюсь быть ненарядной, такой, знаете, более дискретной. Да, это платье, оно ещё было в чёрном цвете, но чёрный я вообще не люблю. Цвет как на выход, и мне он, кстати, не очень идёт. Что по цене? Значит, цена достаточно небюджетная. Знаете, Филиппа Ако или Филиппа Ка, они уже приближаются ко Макс Маре. Получилось, это платье получалось 300 евро, а вот со скидкой я его купила за 200 евро. Ну, базовая вещь. Я считаю, всё-таки базовая вещь. Буду её носить. Я подумала, её можно носить и отдельно. И также с моим бархатным жакетом, который я купила Массимо Дотти в прошлом году. Ну, примерю, это всё, конечно, для вас. Посмотрите, как смотрится. Вот это я очень довольна, что урвала со скидкой. И следующая вещь от КОС. Ну, в общем, куда же мы без КОС, когда дело касается у нас скидок или чёрной пятницы. Опять же, КОС достаточно хитрые. В общем, сделали скидки на то, что, например, меня совершенно не интересует. В общем, они сделали только 25%. И это были вещи из предыдущей коллекции. Но мы же с вами смотрим, и нам всегда так получается нравятся вещи из новой коллекции. И, в общем, к сожалению, знаете, я высматривала, ждала, ждала на Чёрную пятницу. И купила себе джинсы. Но без скидки. На эти джинсы не было скидок. Но, девочки, как я вам их рекомендую? Вот обязательно. Эти джинсы, они идут без эластана, конечно, да. И они совершенно длинные, расклешённые в пол. Я взяла в тёмно-синем цвете. А там ещё был цвет голубой. Но мне нужно было именно в тёмно-синем цвете. У меня голубые джинсы есть, а вот таких синих нет. Значит, так как они без эластана, я вам рекомендую брать всё-таки на размер больше. Хотя они немножко потянутся. У меня размер 30. И джинсы стоили 100 евро. Взяла я их без скидки. Думаю, уже классные джинсы. Знаете, 100 евро на хорошие джинсы не жалко. Они очень красиво сидят на бёдрах, обтягивают. И у них очень правильный клёш. Клёш идёт от колена. И они очень длинные. Я вам покажу на примерке. Я буду примерять. Ну, так как всё-таки у меня высокий рост, они мне самый раз. Я буду примерять с кулочком 5-6 см. И вот они самый раз. И по длине и этот клёш. Но если вы низкого роста, конечно, вам до 1,64 см. Я думаю, что вам надо будет укорачивать или брать каблучок повыше. В общем, я очень довольна. Как раз-таки мне не хватало таких джинс в гардеробе. Расстроена я только, что они не сделали на них скидку. Хотя бы, знаете, хотя бы эти же 25%. Но на сайте я посмотрела, по-моему, есть ещё все размеры. И голубых, и синих. Так что, девочки, это базовая вещь. Вот даже с этой вещь, если мы оденем жакет тот же Масима, да, белую рубашку, как красиво смотрится. Смотрится, знаете, чисто выходной вариант. И опять же, в джинсах я люблю идти, как говорится, на выход. Если белая рубашка, какой-то жакет. Красивый свитер. Опять же, корпоратив. Вот думаю, как вариант корпоратива на работу, да, на шведский стол. У нас вот однодеть эти джинсы, белую блузку и бархатный жакет от Масима Дотти. Такой вариант. Ну, в общем, посмотрим. Очень я довольна этой покупкой. Так, размер сказала. Сколько стоило, сказала. Всё сказала. Следующее. Переходим к тяжёлой артиллерии. Это Hermes. Но я называю этот бренд Hermes. Извините, девочки, не ругаюсь. Надеюсь, видео не заблокируют. Я могу сказать ещё грубее, но не хочу. Почему? Потому что здесь вообще невозможно ничего купить. И даже вот эту вещь, аксессуар, который я вам сейчас покажу. У нас на него в бутике надо стоять именно на вот такой цвет. И фурнитура стоять от 6 месяцев до года. А мне повезло. В чёрную пятницу, на эту неделю, я его урвала на французском сайте. На французском сайте Hermes. Получается так, что иногда они... Давайте я вам распакую. Тогда мы с вами поговорим. Ну, это такой аксессуар, который, наверное, нужен всем. Всем мы носим, наверное, вы догадались. Да. И это ремень от Hermes. Давайте сразу с ними. Видите, как всё хорошо. Упаковано. Упаковывать они, конечно, умеют. Это у нас ремень от Hermes. Ремень Kelly. И вот так вот он застёгивается. Kelly в чёрном цвете. И с... Боже мой. Фокусируется камера. Золотой фурнитуры. Ну, девочки, почему все гоняются за этими ремнями? Какой плюс? Видите, здесь ремень полностью регулируется. Да, то есть вы можете сделать любой размер, любой обхват, какой вам нужен. От 55 до 110 сантиметров. То есть этот ремень можно надеть и на платье, и на жакет. И один размер. Это очень удобно. Он идёт... Он достаточно тонкий. 18 сантиметров. Вот, вам покажу. Это кожа Epson. Достаточно плотная кожа. Иногда на сайте я вообще этот ремень караулила 6... Нет, каких 6? 6 месяцев это надо ждать. Я его караулила 3 месяца. Каждый день заходила на сайт. И вот за 3 месяца мне попался только один раз чёрный с золотой фурнитурой. Но был продан. То есть я не успела его купить. Они тоже быстро очень там разбираются. Но если вы хотите с розовой фурнитуры, иногда появляются, особенно цвет этуб, что я заметила, чёрный и голд, да? Самый ходовой, конечно, у них вот чёрный с голд и голд и голд. Но с фурнитурой почему-то вот этой золотой практически они не появляются на сайте. Или их очень быстро разбирают. В общем, их трудно... Трудно их достаточно поймать. По сути, сделала я себе уже подарок, видите, на Новый год, можно так сказать, купила этот ремень. Кстати, надо сразу здесь вот снять эту плёночку. Сейчас сниму эту плёночку. И, конечно, для вас примерю, как он смотрится. Очень выгодно, что он здесь регулируется. Ремень стоит 850 евро. Но он вам будет надолго. И, кстати, даже ремни у них байеры перепродают. И перепродают выше на, по-моему, 300-400 евро. Но я не хотела ничего переплачивать. Знаете, переплачивать за ремень... Но мне кажется, это уже совсем себя не уважать, если честно. Но это лично моё мнение. Даже 100, 200, 300 евро – это достаточно большие деньги, если касается Эрмес и именно переплачивания. Не хочу. Не знаю, как вы, но, в общем, у меня вот к ним такое отношение. И ещё одна большая покупка. Здесь у меня огромная коробка. И тоже удалось мне купить, опять же, на сайте Эрмес во Франции. Это сумочка. Эта сумка бывает у них на сайте. Это достаточно новая сумка. Но в этом цвете, в котором мне удалось купить, она практически не бывает. Это такой, знаете, ну, не самый ходовой цвет, но очень редкий цвет, который любят особенно азиаты. И давайте мы с вами посмотрим. Азиатские девушки, особенно из Японии, из Китая, они маленькие, миниатюрные. И они любят этот цвет. Ну, а я взяла эту сумочку чисто на лето, знаете, для разнообразия. Вот такой пыльник. Ну, как вы видите, сумочка, она небольшая. Не буду вас томить. Сразу покажу. И сумочка называется In The Lop. In The Lop. Вот у них еще есть In The Lop Belt Bag, если вы знаете. Такая круглая. И она у них идет на поясе. Ну, а вот эта сумочка, она такой, видите, в общем, такое милое ведерочко. Здесь можно даже продеть, его носить так. И это у меня In The Lop. Неправильно показываю. Так, 18. Еще у них есть размер 23. 23 побольше. Ну, конечно, возможно, 23, может быть, мне было идеальнее. Но вот, посмотрите, какой потрясающий, красивый розовый цвет. И у меня сегодня одета как раз-таки в цвет, наверное, этой сумочки. Никаких опознавательных знаков здесь нет. Здесь внутри у Hermes только логотип. И здесь есть вот такой крючок, серебристая фурнитура, да. И этот крючочек вы так можете. И вот тогда сумочка, она приобретает вот такой фасон. Внутри никакой нету подкладки. Здесь просто идет кожа. Да, я не сказала. Этот цвет называется роза сакура. Это один из самых, как я уже сказала, таких, если из редких цветов, ходовых и желаемых. Кстати, эти сумки вот на сайте, они часто появляются в цвете голд, черном. Ну, не часто, но если вы хотите, вы можете ее поймать, да. Но вот роза сакура мне досталась в первый раз. Я очень хотела именно вот в этом цвете роза сакура. Конечно, на лето будет прекрасно смотреться эта сумочка. Пишите, что вы думаете про эту сумочку. По цене достаточно дорогая сумка. Стоит она, я сейчас пытаюсь перевести на кроны, на евро. Стоит она где-то 3500 евро, что, конечно, дорого. Но вы знаете, даже их, вот даже их, особенно в этом цвете, перепродают на полторы-две тысячи дороже. Я посмотрела на сайте Vestir Collective. Но тут, естественно, что, ну, вы знаете, все сумки перепродают. Хотя эта сумочка, она не та сумка, которую надо остановиться на лист ожидания. Это не лимитная сумка пока. Но у них все меняется, и я не удивлюсь. Знаете, когда-то и Пикатин была сумка, которая постоянно была на сайте, и Хёрбек. А сейчас за ними нужно гоняться, их тоже перепродают. Ну, в общем, я честно скажу, не знаю, я еще не решила насчет этой сумки. Потому что на сайте удобно покупать. Там можно в течение 30 дней, 30 дней им отправить. Так что, девочки, пишите ваши комментарии, что вы думаете. Оставить мне или нет, потому что у меня есть время на подумать. Раз уж я ее на сайте, знаете, урвала, я уже ее взяла. Думаю, сейчас примерю ее с различными ответами и приму решение. Вот полностью я вам ее показала. Знаете, здесь особо, в общем-то, и показывать нечего. Сумка, она выполнена очень-очень просто. Честно скажу, не знаю, за что здесь 3500. Мне кажется, что она должна была бы стоить, как сумочка Пикатин, а это где-то 2500. Вот такие у меня были покупки на Черную Пятницу. Немного покупок, но в этот раз у меня, знаете, были покупки такие осознанные, которые я ждала. Ждала и надеялась, что придет скидка. То, а также в предыдущем видео я вам показала, у меня в последнее время было много покупок косметики. Я вам сделала макияж онлайн. Кстати, девочки, огромное спасибо, пользуясь случаем. Хочу вас поблагодарить. Такие отзывы, вы мне льстите, честно. То, что вы мне пишете, да, мне кажется, что вы преувеличиваете. Я все-таки, ну так, гораздо проще про себя мнение. И думала, что вам не очень особо зайдет этот макияж. Потому что, в общем-то, ничего особенного. Я не профессионал. И, возможно, ничему новому я не научу. Но так как у меня было много косметики, которую я купила, я же не могу вам так показывать. Это смешно, да. И я вам показала косметику в деле. Так что большое вам спасибо. Большое огромное всем привет, кто написал лайк, комментарий, кто посмотрел это видео. Я очень-очень это, знаете, по-шведски есть такое слово, респектирую. То есть, уже в русский вариант переведено. Я очень это уважаю. И также хочу вам напомнить про колокольчик. Колокольчик про уведомления, чтобы вы даже это видео посмотрели вовремя. Для меня это очень-очень важно. Ну, на сегодня все. Не буду затягивать. Будем с вами в декабре видеться чуть-чуть чаще. Постараюсь. Я вас всех люблю. Как всегда, да, пишите, что вы купили на Черную пятницу. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok